привет с вами роман и сегодня я хочу вам показать немножечко как я устанавливаю плинтус из дюрополимера вот такой на примере плинтуса араб самые технические моменты я постараюсь сейчас отразить первое то что мы подбираем это стык момент стыка плинтуса с дверным наличником это надо учитывать потому что вот смотрите наличник тоньше плинтус и оказывается то есть этот торчит хотя примыкание в принципе мне нравится вот такое особенно учитывая весь дизайн квартиры мне нравится когда мы по прямой сейчас я попробую сделать еще вариант другого стыка либо вот такой вот стычок мой взгляд по прямой смотрится симпатичнее как с чем так вот с этим именно плинтусом но как вот сейчас решат как решит монтаж плинтуса я буду производить при помощи оригинального до этой же фирмы клея враг и стыковочного клея хотя к дюрополимеру не особо он работает но так как урок рекомендует стыковочный клей тоже мы его применим дабы сниматься с гарантии и все-таки если стыки у нас разойдутся чтобы можно было предъявлять претензии клей естественно наносить при помощи пистолета также мы используем тряпочки тряпочку надо смочить водой тряпочку давайте посмотрим вот премьер в в в в в в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы поставить в таком месте, нам нужно начинать с дальнего промежутка, так как потом мы это ровненько не сделаем. Для этого мы выделяем этот размерчик. Дальше мы запиливаем под 45 в дальний угол. От него отмечаем этот размер. Что у нас получился. Обратите внимание, что надо понимать по какому краю мы пилим размер, потому что толщина диска тоже несколько миллиметров есть. И это может влиять существенно на размер точного, можете не воспроизвести его, поэтому тут важно понимание этого. Поэтому края мы... Пилю я резкими движениями, иначе если это делать медленно и плавно... Давайте продемонстрирую. То есть пилю быстро, и вот у нас срез получается такой. Если я делаю... Если я делаю как МДФ буду... Главное вести... Смотрите, что происходит. Ну он плавится... И вот это будет... Такой некрасивый... Вот он. То есть только резкими движениями. Не будем отвлекаться. Мы отпилили эту заготовку в размер. А чтобы не ходить десять раз, мы сразу запилим угол до следующей заготовки. Дальше, чтобы поймать вот этот угол. Мы отмечаем... Вот таким вот образом. И еще такая фишка. Полы не всегда ровные. Тут часть плитка. Часть плитка. Часть ламината. То есть вот они видно, если... Так вот... Провисание. Приходится разбивать, да? Вот тут все равно будет поклеваться. Щелка закрасит. Ну и так практически невидимый получается. Приклеили. И вот здесь пришлось... Чуть мы его загнули. Сейчас это будем подгонять. Пришлось не целиковой, а полкой на вот так вот разделить. Тем самым мы его загнули немножко. Собственно, еще столкнулся с одной проблемкой. Тут встроенная мебель. Да, и плинтус достаточно высокий. Что получается? У нас вот он... Уходит, он как-то проходит, но царапает. Здесь тоже нужно потоньше бы, поскольку дверь балкона тоже в плинтус будет упираться. Его можно тоже сделать потоньше. Что мы из этого сейчас будем делать? Сейчас покажу. Заготовки мы сделали, только они не подходят по толщине. Вот. В идеале вот это бы по ужасу. Сейчас попробуем это сделать их. Для этого у нас на торцовочной пиле присутствует регулятор вот такой. Все. Мы тем самым высоту можем подрегулировать. Поехали. Супер. Взрыв. О Objection. Взрыв. Управленный. 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 Ну и вот, офигенный результат, ящик у нас уже не черпит, ровненько, четко. Субтитры подогнал «Симон» Я не могу, допустим, выпилить одну, вернее могу, но будет неправильно, если я выпилю одну, приклею ее, и как бы, потом начну подготовить вторую. Во-первых, я размер, я не размечу ее, вот, а во-вторых… Угол потом, видно, будет подогнать, когда клей складится. Заденулся еще отлечет, позвонит клей, крестинец, а вот, ну, так вот, раз, 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 в трех стороне. Так, вот уже подогнали. Сначала всегда подгоняем не внутренние углы, а тот вот, тот проще подогнать. Сперва наружные вот эти углы подгоняем, и вот, в итоге, что у нас получилось, это мы еще даже не замазывали, не затирали. Сейчас поклеваться, краситься будет. Но это смотрится уже прилично. И вполне презентабельно. Вот в таких ситуациях тоже, сперва, подготавливаем изготовки. И вот тут уже, ничего не приклеивал. Проверяем углы, что у нас… Ну, тут стена немножко неровная, но у нас они стыковываются отлично. Теперь начинаем. Тут только тена залолена, но можно видеть, она немножко сонированная. Поэтому, может, чуть огрехи, но это все заподмажется. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот так вот получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что тут не ровно было, но получилось четко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, кому понравилось видео, обязательно лайк. Подписываемся на мой канал. С вами был Роман. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...